Привет! Сегодня обзор самого дешёвого смартфона на Mediatek 6752 Mlyze M52 Note. Заказал его на TiniDeal, стоил он 146 долларов, включая чехол. Первым делом о комплекте. Бумажки, бумажки, USB-шнурок, зарядное на 1 Ампер. Сам телефон, конечно. Телефон внешне является копией Xiaomi Redmi Note. Похож он буквально всеми элементами, кроме, пожалуй, расположения USB-порта. Кнопка выключения, USB, 3.5, качелька громкости, микрофон. Микрофон 1. Задняя камера 13 Мп, передняя 8 Мп. По крайней мере, так заявляет производитель. Светодиод 1. Под крышкой. Разъём под сим-карту полноразмерную. Разъём под микросим. Разъём под микро-SD. Проверял сим-карты Beeline и МТС. И та, и та работала в 4G. Аккумулятор по заявлению производителя 3200 мА. Оригинальный чехол очень напоминает чехол для LG G3. Такой же Quick Circle. Подходит хорошо. Выглядит не громоздко. Хороший чехол, короче. Стоит 5 долларов точно. Включается быстро, буквально секунд 7. Это круто. На телефоне стоит Android 4.4 со стандартным ланчером. В Antutu телефон набирает от 40 до 41 тысячи по настроению. Примерно на уровне того же Snapdragon 801 прошлого года. И на уровне Meizu M1 и Jaius 3. Благодаря низкому разрешению экрана и мощному процессору все игры в принципе идут без тормозов. Все тесты проходят хорошо. И в общем всё летает и работает быстро. Ога. Average FPS 54.7. Periformance Level Ultra High Quality. Из всех игр у меня не запустилось только Dead Trigger 2. Но она, я так понял, не запускается на большинстве телефонов с процессоров MTK6752. Исправляется это через GLTools, но этот телефон я специально не рутил. Пыщ-пыщ. Балет тайм. Переключается между приложениями так же быстро. Будь то игры, бенчмарки и так далее. Но сразу видна разница между двумя и тремя гигабайтами оперативной памяти у вот этого телефона и, например, Jaius 3. Далее. Modern Combat 5. Это коловздутие, только с другим названием. Всё равно можно послушать звук. Он такой норм. Ну, не сказать, что сильно громкий, но его хотя бы слышно по сравнению с планшетом. Он да... Пффф. Водитель у меня есть, конечно... Водитель из меня. Кстати, вот акселерометр работает довольно неплохо, а гироскоп у него вообще не работает. Наверное, просто его нет. На самом деле я тестирую все игры от одного и того же производителя, они все примерно по графону одинаковые. Короче, если подскажете какую-нибудь игру с клевым графоном, на который тоже можно тестировать, будет клёво. Колбаска. Ну, в принципе, не тормозит, тормозить нечего. Графона-то нет. Кстати, на форуме упоминали про то, что есть проблема с установкой больших приложений. Наверняка это проблема бета-прошивки 5.0. Поэтому я специально не стал прошиваться на 5-й Android. Я подожду, пока он придет по ОТГ уже с исправлением багов. Кстати, Бэтмен неплохо выглядит. Настройка камеры немного. Есть стабилизация, есть непонятный пункт ZSD, улыбка, определение сцены и все такое. По умолчанию стоит 8 Мп, но можно выбрать 13. Я делал несколько снимков, очень похоже на простую интерполяцию. Судя по всему, задняя камера здесь 8 Мп, а передняя нифига не 8, а 5. В настройках видео нет разрешения, что меня очень огорчило. И в целом, запись видео довольно поганого качества. Вернемся к экрану. Сравним максимальную яркость Meizu и максимальную яркость Mlays M52. Видно, что Meizu немного ярче. А теперь все на минимум. Оп. Ну и видно также, что Meizu намного-намного менее яркий. Это очень клево. Кстати, сравнивая корпуса Meizu и Mlays, видно, что по толщине они примерно одинаковые. А вот по высоте и ширине Mlays пожирнее и побольше. Ну, он, как я говорил, очень похож на Xiaomi Redmi Note. И по форме, и по толщине, и по корпусу, по экрану, по характеристикам. Как у всех сейчас китайцев модно, здесь есть жесты. Дабл тэп, свайп вверх, запуск камеры буквой С, запуск фонарика буквой В. Управление музыкой. И можно задать множество своих жестов. Тут они сразу же показаны. Причем, жесты работают довольно бодро, но хотелось бы немножко быстрее. Например, камера. Мы делаем буковку С, он рисует ее и включает камеру. В целом, учитывая стоимость телефона, это очень хорошее решение, потому что тут стоит действительно мощный процессор, 2 гига оперативки. Неплохая камера, могла быть хуже. В общем, если хочется сэкономить и купить восьмиядерный код Mediatek, Lai SM52 очень даже хороший выбор. Рекомендую. Прослойка на экране есть. Хоть и не сильно жирная. Да, жировая прослойка. Я вот пока лапал его, она уже появилась. Субтитры сделал DimaTorzok